Доброе утро! С вами Рыков Илья, и вы смотрите «Утро на ОТВ». Сегодня в программе вы узнаете. В шаговой доступности Андрей Иванов проверил строительство двух образовательных учреждений в гусарской балладе. Слава воинам России! В селе Ершово прошла церемония возложения цветов. Высокие температуры. Как лучше переносить жару в сюжете нашего корреспондента. Рекомендации экспертов, как вести себя при встрече со змеей и что делать при укусе, дали советы медики. 2 августа 1930 года во время опытных показательных выступлений впервые в СССР высадился воздушный боевой десант. Сначала парашют рассматривали как средство спасения пилотов, и он мало привлекал внимание военных специалистов. Все изменилось в 1928 году, когда на совещании руководящего состава ВВС поставили вопрос о применении парашютов в военной авиации. Военного летчика Леонида Минова отправили на учения в США. Оттуда он вернулся с дипломом парашютиста. В СССР он стал первым инструктором. Командование ВВС поручило ему провести демонстрационные прыжки с парашютом. Это задание и стало началом воздушно-десантного дела в СССР. Впоследствии этот день стал отмечаться как День ВДВ. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. 2 августа 1933 года завершили строительство Беломорско-Балтийского канала. Создание транспортного пути обеспечило связь между Балтийским морем и Советским Севером. Появилась возможность пользоваться лесными, минерально-рудными и рыбными богатствами края. Канал повысил пропускную способность и объем грузоперевозок. На базе канала действует историко-культурный комплекс, состоящий из жилищных и административных зданий, памятных мест. Вдоль канала установлены памятники. В этот день в 2007 году впервые в истории прошло погружение людей на дно Северного Ледовитого океана. Российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2» побывали на глубине более 4 километров. В арктические воды их доставили в сопровождении атомного ледокола «Россия». Погружение стало частью научной программы «Арктика-2007» и состояло из пяти этапов. В ходе погружения на дне Северного Ледовитого океана установили титановый флаг России, взяли образцы грунта и живых организмов и провели съемки рельефа. 2 августа в России отмечают Ильин день. Этот праздник посвящен самому первому святому, которого стали почитать на Руси еще в IX веке. До крещения Руси Владимиром в Киеве был возведен храм в его честь. Славяне считали Илью повелителем дождей, молний и плодородия. Его образ нередко переплетался с образом бога-громовержца. Святому молились об избавлении от засухи и хорошем урожае. А благодаря совпадению праздничных дат Илья Пророк считается покровителем ВДВ в России. В этот праздник ветераны и действующие военнослужащие приходят на Ильинскую улицу в Москве, чтобы почтить покровителя крестным ходом. Также сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и День национального кино Азербайджана. В этот день в 1934 году в городе Павловский посад родился Валерий Быковский, летчик-космонавт СССР. Первый полет в космос он совершил в качестве командира корабля «Восток-5». Продолжительность полета была четверо суток, 23 часа и 6 минут. В 1973 году Быковский возглавил специальный отдел по осуществлению проекта при Центре подготовки космонавтов. Также 2 августа отмечают День рождения боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и актер Денис Никифоров. Просторные светлые кабинеты, тематические залы. Теперь дошколятам и школьникам, а также их родителям из гусарской баллады не надо думать, как добраться до образовательных учреждений. Все будет в шаговой доступности. Глава округа Андрей Иванов проверил строительство двух важных социальных объектов. Материал нашего корреспондента. Площадка тоже готова, беговая дорожка у нас готова, осталось навести разметку. Совсем скоро в гусарской балладе ребята будут учиться в новых и современных классах. Это будет самая большая школа в Московской области. Строительство на личном контроле главы округа. Он регулярно посещает объект. Его готовность уже превышает 95%. На стройплощадке трудится около 500 рабочих и 8 единиц техники. На сегодняшний день численность 1987 обучающихся. У нас в каждой параллели получается в среднем от 8 до 10 классов. Это нам позволяет открыть на базе нашей школы региональную инновационную площадку для профессионального и подготовленного обучения. В старших классах планируют открыть обучение по медицинскому, инженерному и другим направлениям и сохранить общие образовательные классы. Подрядчик уже завершает отделку фасада на финишный прямой монтаж электрооборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован на 20 августа. Технический персонал у нас закрыт на 85%. Набор также продолжается, проходят собеседования. Мы начинаем уже договариваться о дальнейшем сотрудничестве с организациями, которые будут нам предоставлять доп. услуги, и спортивной направленности, и художественно-эстетической направленности. То есть работа кипит, мы готовимся. Андрей Иванов поручил руководству школы активнее взаимодействовать с родителями, учитывать их просьбы и пожелания. А для дошколят готовят детский сад на 110 мест. Здесь же, в Гусарской балладе. На объекте уже завершили кровельные и фасадные работы и установили окна. Веранда привязана к их группам. Здесь завершить строительные работы планируют к первому сентября. Подрядчик еще должен обустроить детские площадки, установить забор и благоустроить территорию. Сегодня здесь работает 6 бригад, общей сложности 26 человек. Работают 2 единицы техники, 3 человека ИТРа. И плюс наемные организации, которые приходят, ходят монтажники окон, спецтехника и так далее. Глава округа Андрей Иванов поручил установить дополнительные навесы над входными группами, чтобы защитить их от обильных осадков. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова». В селе Ершово у мемориала «Слава воинам России» прошла церемония возложения цветов. Жители почтили память воинов, которые погибли на полях сражений в Первой мировой войне. Также в культурном центре открылась часть музейной экспозиции, посвященной этой дате. Подробности у Екатерины Крамор. В изложении цветов и минута молчания в селе Ершово у мемориала «Слава воинов России» почтили память русских солдат, погибших в Первой мировой войне. Сегодня своеобразный юбилей, 10 лет, когда мы открыли центральную стелу, посвященную Первой мировой войне. Как уже здесь говорилось, миллионы жертв. Общее количество за эти 4 года и 3 месяца, около 9 миллионов жертв боевых и мирных жителей. Уже 109 лет прошло с начала Первой мировой войны. Многие жители поселения участвовали в этих жестоких сражениях. Именно о них в Вершовском культурном центре рассказывает выставка документов и фотографий. По крупицам мы собираем эту информацию. Ну, естественно, рассказываем детям, рассказываем тем, кто интересуется историей. И вот в данный момент мы открыли часть музейной экспозиции, как раз в основном посвященной нашим участникам Первой мировой войны. Выставка будет работать до сентября. Вход свободный. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В этом году в Подмосковье выдали почти 30 тысяч разрешений такси. Ежедневно в регионе их выдают более 200. Как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Получить его можно и на региональном портале госуслуг. Необходимые сведения поступят заявителю в личный кабинет. После этого можно приступить к работе. Такие такси регулярно проверяют на соответствие региональному стандарту. Другие новости региона смотрите прямо сейчас. С начала августа в Подмосковье начнут работать около 500 точек по продаже арбузов и дынь. В основном в регионе будут продавать бахчевые из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана. Во всех точках будет надлежащая сертификация, поэтому именно там будут проверенные и надежные поставщики. Кроме того, для удобства покупателей их отметят на картах. Стоимость арбузов в этом году составит от 24 до 57 рублей за килограмм. Дыня обойдется в 90 рублей. В жаркие дни в Московской области пассажирам автобусов и электричек раздадут 5000 бутылок воды. Пункты выдачи организуют на остановках, вокзалах и станциях. Получить воду можно будет в часы пик утром и вечером. Специалисты напоминают, человеку необходимо употреблять не менее полтора литра воды в день, особенно в жаркую погоду. Первый в Подмосковье урологический центр открыли в Жуковском. Он оснащен рентгеноперационный. Это особенно важно для качественного удаления новообразований сложных камней. Таким образом центр будет заниматься всеми сложными патологиями. В год планируют принимать порядка 4,5 тысяч человек со всей Московской области. Лечение в центре проводится бесплатно по полису ОМС. Жара – это не только лишний повод выехать за город или отправиться на пляж, но и довольно серьезные испытания для нашего здоровья. Как пережить высокие температуры в городе? Расскажем в нашем следующем сюжете. Август начался с жаркой погоды. На этой неделе воздух в регионе прогреется до 28 градусов, а к пятнице – до 30. В городе жители укрываются от солнца в тени парков, скверов или у водоемов. Я стараюсь до солнца не выходить. Одеваюсь легко, чтобы не жарко было. Воду с собой беру обязательно. Если я там как-то плохо себя чувствую, попью нормально. Есть в такую погоду лучше легкие салаты, овощи, фрукты и пить простую воду. Также следует избегать занятий спортом в самые жаркие часы. Особое внимание своему самочувствию должны уделить люди с заболеваниями сердца и сосудов. Важно выполнять рекомендации врача. С полудня до трех желательно не находиться на улице или обязательно с головным убором, пить побольше воды. Пожилые люди, люди с гипертоническими болезнями, вообще 100% должны не находиться на улице, ездить, когда они ездят на дачу. Все работы садовые должны быть прекращены в это время. Простые правила помогут пережить жаркую погоду и уберегут от теплового удара, обмороков и солнечных ожогов. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В Москве на проспекте Маршала Жукова в районе МКАД изменится скорость движения. С 5 августа от начала северо-западного туннеля в обе стороны можно будет разгоняться до 60 км в час вместо 80. В Дептрансе ожидают, что таким образом движение станет более плавным, а число аварий заметно снизится. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Завершается основное строительство станций Пыхтина и Внуково. Там идут отделочные и монтажные работы. Строительная готовность сейчас 91%. Уже совсем скоро можно будет подъехать на метро практически к трапу самолета. А с самой станции Пыхтина пассажиры смогут полюбоваться видом на речной пейзаж. С южной стороны здесь сделали панорамное остекление. Это один из самых длинных радиусов подземки протяженностью около 30 км, на которой расположены 14 станций. Линия обеспечит метро не только Новую Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково. В Москве открылся летний институт для молодых историков СНГ. В программу повышения квалификации войдут лекционные и семинарские занятия и стажировки в вузах-партнерах. Стажеры примут участие в круглых столах и мастер-классах. Важнейшим результатом программы станут совместные научные исследования и создание общих научных коллективов. По итогам прохождения участники получат сертификаты о прохождении и повышении квалификации и стажировок. В Москве во второй раз пройдет международный детский культурный форум. Более двух тысяч участников не только из России, но и из-за рубежа соберутся в новой Третьяковке. Участников ждут концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, встречи с известными деятелями культуры. А еще они смогут лично задать вопросы министру культуры Ольге Любимовой. Именно она подведет итоги конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива». Далее в программе. Рекомендации экспертов, как вести себя при встрече со змеей и что делать при укусе, дали советы медики. Сезон арбузов. Как не попасть на удочку плохой продукции и правильно выбрать самую лучшую ягоду, расскажет наш корреспондент. Про добро, об акушере-гинекологе Одинцовской женской консультации в нашей еженедельной рубрике. Этим летом жители Подмосковья все чаще встречают змей в лесах и парках. Как вести себя при встрече с ними и что делать, если укусила змея? Расскажем в нашем репортаже. Летний сезон – идеальное время для прогулок в парке или похода в лес за грибами и ягодами. Нередко там можно встретить и змей. Мы решили спросить у жителей города, сталкивались ли они с этими рептилиями. Олег уже не раз встречал змею в одном из Одинцовских парков. Сохранять спокойствие и не тревожить их – одно из главных правил. Если вы видите ушат, и он просто где-то ползет или просто лежит на солнце, просто не мешайте ему, пройдите мимо. Если собрались в лес, важно правильно выбрать одежду, чтобы защитить себя от укуса. Наденьте резиновые сапоги и плотные брюки. Змеи боятся людей гораздо больше, чем мы их. Поэтому в лесу, особенно в высокой траве или кустарнике, лучше громко топать и разговаривать. В случае укуса врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Первым делом нужно вызвать скорую. Дальнейшее действие – это промыть как-нибудь рану. Ни в коем случае нельзя высасывать яд, накладывать жгуты, тем более делать какие-то надрезы на месте укуса. То есть первым делом – это скорая помощь. А еще при укусе специалисты рекомендуют обратить внимание на расцветку рептилии, чтобы определить ее вид. Это ускорит оказание помощи. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В России разработали уникальное устройство с альтернативным зрением для слепых. Внешне оно напоминает медицинскую маску, которая работает на принципах нейропластичности. Работу изобретения можно описать как своеобразный обман мозга, который заставляет орган чувствовать образы через язык. Разработчики отмечают, что спектр применения устройства широк от альтернативы зрению и реабилитации после повреждения мозга до борьбы с тревожностью. По словам специалистов, с помощью аппарата можно даже создать рекламу, которая транслировалась бы прямо в мозг человеку и передавала ему вкусы продуктов. Патенты на основные разработки уже оформлены. О других новостях нашей страны смотрим в следующей рубрике. В Петербурге пройдут гастроли московского классического балета. С 24 по 27 августа театр Натальи Косаткиной и Владимира Василева впервые выступят в Александринке. На исторической сцене представят авторские постановки «Спартак», «Ромео и Джульетта», а также классические спектакли «Дон Кихот» и «Жизель» со старинной хореографией и авторской драматургией. Консульский департамент МИД России сообщил о запуске единой электронной визы. Она позволит однократно въезжать в Россию в качестве туриста с деловым или гостевым визитом для участия в культурных, научных, экономических, общественно-политических и спортивных мероприятиях. Срок ее действия – 60 суток с момента оформления. Однако находиться по визе в стране можно не более 16 дней. Сейчас въезжать в Россию по электронной визе могут жители 55 стран. Ученые-полярники смогли вырастить арбузы на антарктической станции «Восток». Всего в специально оборудованных теплицах удалось взрастить 8 плодов с красной и желтой мякотью. Теперь специалисты планируют выращивать не только ягоды, но и свежие фрукты и овощи. В ближайших планах – земляника, клубника и голубика. Сладкие, сочные и ароматные – все это про арбузы. Август – время самых спелых бахчевых культур. Как не попасть на удочку плохой продукции и правильно выбрать самый лучший арбуз? Узнала Раиса Кьян. Август – это время вкусных и сочных арбузов. Но чтобы радость от поедания бахчевых не стала проблемой для здоровья, следует их покупать в разрешенных местах. Лилия вместе с супругом выращивают и продают арбузы уже более 15 лет. Она рассказала, как правильно выбрать эту вкусную ягоду. Арбуз должен быть более такой налитой, вот как сказать, да? Ну, то, что говорят сухой хвостик – это не самый показатель. Потому что вот он есть и свежий, то есть недавно только привезен и первый сбор. Он тоже спелый также. А с сухой хвостиком он более будет такой сахаристым. Ну и, соответственно, по хлопку. Постучается? Да. Арбузы привозят из южных городов России. Они богаты витаминами и микроэлементами, содержат большое количество углеводов и воды. А вот содержание белков, жиров и пищевых волокон в этой ягоде относительно низкое. Есть разные сорта даже для аллергиков. У нас скоро будут желтые арбузы, которые по вкусовым качествам не отличаются от стандартных красных арбузов, но они считаются более гипоаллергенными и полезны будут людям, у которых есть какая-то аллергия на что-либо. Однако не всегда получается сделать верный выбор. Если арбуз неправильно выращивали или злоупотребляли химикатами, им можно отравиться. Поэтому бахчевые культуры, которые привозят на рынок, проходят обязательные лабораторные исследования на нитраты. Норма показателей в растительных продуктах – 60 мг на 1 кг. Все мы знаем, что при выращивании бахчевых, ну и других овощей и фруктов приходится применять удобрения. Для роста необходимо азотное удобрение. А азотное удобрение содержит нитраты. Сами по себе нитраты не являются опасными, но в организме человека и животных они превращаются в нитриты, которые и оказывают пагубное действие в излишстве, скажем, своем, на организм. Если вы все-таки отравились, медики советуют не медлить до прихода врача или скорой, примите меры по оказанию первой помощи. Первым делом нужно вызвать рвоту. То есть выпить огромное количество теплой воды и попробовать естественным путем, чтобы промыть организм. И после этого обязательно принять сорбент. Это может быть полисор, активированный уголь. Ну а дальше уже обращаться за медицинской помощью к организации, к врачу. Врачи не рекомендуют пробовать разрезанные овощи или фрукты, которые лежат на прилавках. Это может губительно сказаться на вашем здоровье. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Под ее чутким руководством и наставничеством в нашем округе появляются новые жители. Лариса Владимировна Бархатова. Вот уже 40 лет работает акушером-гинекологом и почти все эти годы в Одинцовской женской консультации. Съемочная группа ОТВ побывала у нее в гостях и узнала о жизни, профессии и будних врача. Иди там чуть-чуть. Спит? Сейчас пока тихо. Тихо, да? Сейчас уже шевелится, да, проснулся правильно. Тут всех снимают, так что просыпаемся, просыпаемся. Небольшие шумы и Лариса Владимировна улавливает движение малыша. Но это неудивительно. Всю жизнь она посвятила своему любимому делу – акушерству и гинекологии. Со школьной скамьи решила стать врачом. Говорит, случайно попала на практику в роддом, что и определила судьбу. Я пошла работать в роддом почему-то. Увидела объявление, требуется там санитарки, хотела себя попробовать, пошла. И мне это очень понравилось. Мне сильно понравилась профессия, мне понравилось это таинство, таинство рождения. Но у нас здесь консультация, таинство за рождение. Институт – практика в медучреждениях в Ромашкове и Жаворонках. С 97-го начала работать в Одинцовской женской консультации. А еще через несколько лет Лариса Владимировна стала ее заведующей. Вся трудовая деятельность связана с Одинцовской больницей. Сейчас она областная больница, уже растет. И поэтому тоже как дом родной. Я уже даже себя не мыслю без этого, без работы. Это очень трудно себе представить. Это вторая жизнь, можно сказать. И вот на прием уже приходят те, кто когда-то под чутким присмотром врача появился на свет. А большего счастья, чем зарождение новой жизни, новой семьи просто не может быть. Когда видишь счастливые лица родителей, особенно папы, когда приходят. Да, они вот это, когда первый раз увидят, это надо видеть. Надо смотреть на них, какие они, да, как они тут же меняются. Какие у них глаза большие, широкие становятся. Какая радость у них. Потому что семья, семья – это главное. Врач считает, что выслушать и поддержать молодых родителей – одно из самых важных умений в профессии. Но со временем у Ларисы Владимировны появился еще один вид деятельности. С 2004-го она является депутатом окружного совета и работает с населением не только по медицинским вопросам. Законотворческая деятельность, да. Ну и мы много принимаем участие в волонтерской деятельности, да. То есть это помощь, это поддержка. И сначала это были пенсионеры, мам, многодетные. Да, сейчас это вот в связи с СВО, это большая помощь семьям, военнослужащих. Каждый день расписан по минутам, но когда занимаешься любимым делом, этого не чувствуешь, говорит Лариса Владимировна. Кстати, профессиональную династию продолжили и ее сыновья, тоже выбрав медицину. А фотографии счастливых малышей и родителей, которые с завидной регулярностью присылают врачу-пациенты, ее главный стимул в работе. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Рыбак из Северной Ирландии дважды за несколько месяцев выловил редчайшего омара синего цвета. Каждый раз мужчина отпускает улов в море. В первый раз выпустил, потому что добыча была слишком маленькой. В следующий раз омара можно было бы законно поймать и сохранить. Однако рыбак решил вновь выпустить его на волю. Мужчина надеется поймать редкого омара еще и следующим летом. Другие новости мира смотрим прямо сейчас. Житель города Стерлинга в Центральной Шотландии нашел кости доисторического дельфина. Он жил примерно 8 тысяч лет назад. Мужчина наткнулся на скелет, когда копал бассейн рядом со своим домом. Палеонтологи, которые занимаются изучением находки, отмечают, что дельфин мог оказаться на берегу в эпоху, которая наступила после последнего ледникового периода. Кроме того, найденная особь довольно маленькая. Не исключено, что это самка. Житель индийского города обнаружил у себя дома огромную кобру. Прибывший на место происшествия змеелов изловил ядовитую рептилию, отвез ее в джунгли и выпустил в естественную среду обитания. Змеи часто ищут укрытия в жилых помещениях в сезон дождей из-за высокой влажности. Нара – один из древнейших городов в Японии, который славится оленями. Эти животные уже несколько веков свободно гуляют по улицам города и считаются местной достопримечательностью. Все дело в том, что олени в Наре долгое время считались священными животными, которые помогали божествам. Сейчас ситуация изменилась, и они уже не так почитаются, но о них продолжают заботиться. Эти животные здесь совсем не дикие, они привыкли к людям и даже могут подходить к туристам за едой. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 24-26, ночью 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 78%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Я желаю вам всего самого хорошего, отличного рабочего дня и прекрасного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова